Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в еврозоне в 9.00 по GMT. Важный отчет, который поможет нам уточнить перспективы европейской монетарной политики. И очень хорошо то, что сегодня после выхода этих данных в 13.30 по GMT нас ждет еще выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая точно прокомментирует отчет по инфляции. И я очень надеюсь, что она продолжит риторику других членов Европейского центрального банка, с которыми мы ознакомились неделю назад, о том, что в рамках этого года уместно еще минимум два снижения ключевой процентной ставки. Мы сразу же после этого с вами еще раз заговорим о контрасте монетарных политик, вспомним о том, что он продолжает увеличиваться, контраст политик между ЦБ и ФРС. И это будет создавать условия для того, чтобы европейская валюта осталась в числе аутсайдеров. В 13.30 по GMT также состоится выступление главы Федрезерва Джерома Паула. И здесь тоже нужна конкретика по поводу будущих действий Федрезерва с учетом всех последних макроэкономических отчетов, которые выходили за последнее время. Если Пауэлл в очередной раз подтвердит важность и целесообразность сохранения статуса КО, мы будем интерпретировать это как сигнал того, что ставка американского регулятора останется повышенной в течение длительного периода времени. Индекс доллара пока что стабильен 105.60 текущей котировки в рамках вчерашней торговой сессии. Большую часть дня доллар испытывал давление и могло показаться, что инициатива перешла к продавцам. Но под конец дня индекс выбрался на положительную территорию и сегодня уже котируется на тех уровнях, которые я озвучил. Рост доллара продолжается, несмотря на данные по индексу расходов на личное потребление, индексу ПСЕ, который показал снижение индекса со 2,8 до 2,6%. И если вернуться все-таки к канонам экономического анализа, то здесь нужно признать, что снижение индекса ПСЕ доказывает то, что дезинфекционный тренд в американской экономике сохраняется. Но хорошо то, что у нас всегда есть какой-то новостной компенсатор, который позволяет не негативить по факту выхода каких-то данных. Это очередной комментарий члена АФРС Мэри Дели, которая отметила, что политика ФРС остается эффективной. Прямо это точно. Действительно так. Тем не менее, период, когда АФРС мог бы позволить себе снизить процентную ставку, еще не наступил. Нужно больше данных, чтобы убедиться в устойчивости ослабления инфляционного давления. Но снова делается акцент и намек на то, что нужно дождаться следующих данных по индексу потребительских цен, чтобы была возможность говорить о наличии или отсутствии какой-то тенденции в ослаблении инфляционного давления. Напомню, что буквально неделю назад аналогичное заявление сделала член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. И тогда тоже эта риторика стала причиной активизации покупок для американского доллара. В общем, авторитетные представители американского регулятора по-прежнему за то, чтобы не торопиться со снижением ключевой процентной ставки. Но, согласитесь, мы с вами не хотели торопиться со смягчением политики. Поэтому сейчас примерно придерживаемся ожиданий общих рыночных о том, что потенциально вероятное изменение монетарной политики может произойти не раньше сентября. Но до сентября еще очень много времени. Тем более, что даже в рамках этой недели нам предстоит с вами разобрать и протоколы ФРС, и еще отчет АСМ о сфере услуг, и данные по Non-Farm Payless, которые могут радикальным образом изменить картину и в том числе убедить сомневающихся в том, что условия для снижения ключевой процентной ставки в США еще не наступила. Поэтому я за идеей того, что индекс доллара будет чувствовать себя так же бодро, как и раньше, расти и протестирует в ближайшей торговой сессии, закрепится даже выше уровня в 106 пунктов. У золота 2328 долларов за тройскую унцию, как и ранее, моя точка зрения не меняется. У золота вчера были хорошие шансы, чтобы упрощить свои позиции на фоне локального снижения доллара. Но этого не произошло, поэтому теперь лидером рынка будет доллар, который будет тянуть за собой доходность американских облигаций и не даст, на мой взгляд, золоту выбраться на новые локальные максимумы, если, конечно же, не произойдет очередной эскалации геополитической напряженности. Тем более, что локальных регионов для этого, честно говоря, к сожалению, к несчастью, хватает. Ну, опустим тему геополитики, вернемся к традиционным рынкам и к классическому фундаментальному анализу. Если положиться на него, то идея роста доллара и повышения доходности американских облигаций, на фоне того, что ФРС все еще не уверен, стоит ли снижать ставку в сентябре, это база все-таки для снижения котировок золота. Европейская валюта 1,0730 текущей котировки. С открытия понедельника мы, конечно же, с вами вынуждены вернулись к теме обсуждения парламентских выборов во Франции и первая реакция рынка – это рост европейской валюты. Я видел в комментариях, что был вопрос по поводу того, почему европейская валюта выросла, если все-таки признать тот факт, что в первом туре выборов победу одержала Мария Липен, то есть партия ультраправых. Она набрала 3-4% голосов, в то время как партия президента Макрона показала очень плохие результаты. 20% – это, по сути, третье место по итогам первого раунда голосования. И то, что Мария Липен набрала 3-4% голосов, это позволяет ей получить примерно 230-280 мест в национальном собрании. Но нюанс, и он важный, заключается в том, что для абсолютного большинства нужно получить 289 мест. Поэтому пока что на текущем этапе она и может претендовать на абсолютное большинство. Будет второй тур голосования, который состоит 7 июля, то есть в это воскресенье. Я думаю, что она попробует прыгнуть выше головы, чтобы все-таки получить, дополучить необходимое количество голосов, потому что только в этом случае она сможет контролировать национальное собрание без каких-либо политических союзов, без коалиции, партнерств, которые точно партии ультраправых сейчас не нужны. И то, что рынок на текущем этапе опорил то, что вопрос с лидерством и с политическим превосходством партии ультраправых еще не решен, это несколько улучшило ограниченное настроение. Но, к сожалению, друзья, я практически не сомневаюсь в том, что партия ультраправых добьется того, чего нужно уже в это воскресенье. Поэтому в следующий понедельник я ожидаю практически с вероятностью 100% совершенно уже обратную реакцию евро и дальнейшей распродажи. Может быть даже открытие с гэпом вниз. Поэтому нужно быть готовы к такому сценарию и ждать, соответственно, европейскую валюту уже поближе к уровню 1,06. Британская валюта, система политики тоже актуальна. 4 июля очень скоро парламентские выборы. Пока что на фоне политической неопределенности слабых данных по индексу PMI производственного сектора, который снизился с 51,2 до 59 и подобрался к зоне стагнации. На фоне перспектив смягчения британской монетарной политики и крепкого доллара снижение. Наша цель 1,25, которую я обозначил много недель назад. Доллар канадец 1,3750. Удивительно то, что канадский доллар сейчас под серьезным прессом, несмотря на восстановление рынка нефти. Может быть участники рынка фокусируются уже на фундаментальных отчетах, которые выйдут по Канаде в ближайшие торговые сессии. В частности, в пятницу мы ждем данные по рынку труда и прогнозы так себе. Я тоже сторонник того, что канадский доллар останется аутсайдером, хотя бы только лишь потому, что Банк Канады точно продолжит снижение ключевой процентной ставки, в отличие от Федерезерва. И это позволит нам замахнуться на достижение наших целевых ориентиров по паре доллара канадец 1,38-1,39 и долгосрочная прям совсем цель 1,40. Доллар франк 0,9037. Я ожидаю движение выше отметки 0,91. В этот четверг выведут данные по инфляции в Швейцарии. И в прошлый раз, когда индекс потребительских цен снизился до 1,4% и, соответственно, оказался в зоне целевых ожиданий Национального банка Швейцарии ниже 2%. Национальный банк Швейцарии регулятор позволил себе снизить ключевую процентную ставку. Есть риск того, что если по инфляционным данным будут сюрпризы снова, то Национальный банк Швейцарии будет и дальше корректировать ставку, тащить ее к 1% ровно. И мы тут же вспоминаем о контрасте. Опять же, политик между УЦБ и Национальным банком, точнее между ФРС и Национальным банком Швейцарии, который гораздо более выражен, чем, например, контраст между ФРС и Европейским центральным банком. Поэтому не вижу сейчас шансов у Нафранка перехватить инициативу. Я за дальнейший рост и целевые ориентиры, в принципе, вам уже обозначил. Доллар-иена 161.65. Так же, как и все участники рынка, мы следим за тем, что будет делать Банк Японии и Министерство финансов. Вы спросите, были ли вчера заявления и комментарии от соответствующих ведомств о готовности вмешаться? Да, они сейчас звучат каждый день, но я не знаю, зачем это происходит, поскольку рынок игнорирует все эти вербальные заявления. Рынку нужны конкретные действия, а не слова. Поэтому я, если положиться, опять же, на прежнюю позицию Банка Японии, все-таки доверяя японскому регулятору и считаю, что он не будет водить нас за нос, говорится словами о том, что дальнейшая девальвация японской иены и чрезмерные колебания валютного курса – это то, что негативно сказывается на экономике. Но в этом случае тогда нужно, конечно же, поддерживать курс иены. Каким образом это будет осуществлено? Через экстренное повышение ключевой процентной ставки, снижение объема программы количественного смягчения, либо через валютные интервенции, я не знаю. Но любой из этих шагов – это то, что должно произойти. И причем должно было произойти еще, скажем так, вчера, друзья. Я ожидаю то, что с длинными позициями сейчас и рекомендую вам, конечно же, не испытывать судьбу, потому что вмешательство регулятора может очень быстро сбросить парусы текущих значений к более низким ценовым уровням. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.